Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт Фокуса от моряка. В этом видео мы будем учиться с вами новому флоришу. Называется он Пекок, что в переводе означает Павлин. Для того, чтобы показать вам этот флориш, я воспользуюсь картами Нок V2 черного цвета. Кому интересны Ноки черного цвета, ссылку на покупку я оставлю в описании к видео. Но только не второй версии, а уже вот такой вот третий. Ну что ж, друзья, теперь давайте посмотрим, как выполняется этот флориш. А выглядит он следующим образом. Еще раз. Еще разочек. Ну и еще разочек. Вот такой вот флориш, друзья. Не сказал бы я, что он легкий, пришлось постараться, чтобы он начал получаться. Но выглядит он довольно-таки так неплохо. Прежде чем мы перейдем к обучению, я хочу сказать, что если вы до сих пор не подписаны на канал, то прямо сейчас подписывайтесь. Для этого достаточно кликнуть по иконке с изображением кораблика и добро пожаловать ко мне на борт. Конечно же, комментируйте и лайкайте видео, чтобы поучаствовать в нашем конкурсе и, возможно, выиграть один из призов. Ну что ж, мы тем временем переходим и смотрим обучение. Ну что ж, друзья, давайте разбираться, как выглядит наш флориш, который называется павлин. Итак, для того, чтобы нам выполнить этот флориш, я захватываю колоду в левую руку вот таким вот образом. Обратите внимание, где у меня находятся пальцы. Далее я перехватываю колоду вот так и подношу большой палец к одному углу, а средний кладу на другой угол. И отрываю примерно где-то вот одну пятую колоды. Отрываю и вот так вот поднимаю. Но когда начинаю поднимать, я упираю сюда большой палец левой руки. И получается, что у меня вращение происходит вокруг него. То есть вот так вот наверх я вывожу эту часть. Далее я убираю большой палец, потому что он мне уже не нужен. Он нужен был только, чтобы совершить это вращательное движение. И я большим пальцем правой руки вот этой вот, с этой стопочкой, упираюсь в оставшуюся часть колоды. И поднимаю примерно половину оставшейся стопки. Поднимаю вот так вот ее вверх. То есть я вот так вот ее вверх поднял. Она, обратите внимание, у меня держится на указательном пальце левой руки и на большом пальце правой руки. Оставшимися пальцами, то есть безымянным, средним и мизинцем, я поднимаю эту часть наверх. Сюда. И эту часть опускаю сюда вниз. Далее. Я возвращаю эту колоду вот сюда. Эту часть колоды. То есть она у меня была вот так вот наверху. Да, я ее держал. Я указательным пальцем ее вот так вот проворачиваю. Так, давайте-ка по новой. То есть я захватываю одну пятую часть. Вращая ее вокруг большого пальца. Большой палец убираю. Поднимаю эту сторону. Половинку. Оставшимися картами поднимаю эту половину. Опускаю сюда. Указательным проворачиваю полностью эту верхнюю стопочку. Проворачиваю до тех пор, пока у меня оказательный не оказывается вот так вот за этой стопкой. Ставлю ее сюда. Обратите внимание, она не вся у меня там стоит. Не полностью, а примерно наполовину. Вот так вот она у меня стоит. Далее. Перед тем, как захлопнуть эту книжку, я начинаю, опять же, указательным пальцем вращать. То есть, посмотрите, у меня эта стопочка упирается прям вот таким вот образом на ладонь. То есть я начинаю ее вращать. Вот так вот захватываю, обратите внимание, указательным и средним пальцем. Захватываю и сразу же с этого положения перехватываю. Средний у меня уходит. Перехватывает большой палец, вот инициативу, да. И сразу же делается веер. Делается веер. То есть привычным нам всем способом. Как мы держим колоду и вот так вот делаем веер, да. Потом мы делаем обратный веер. То есть как делается обратный веер. То есть мы делаем этот веер сюда, привычный уже нам всем. А обратный мы делаем вот пальцами уже указателем и средним скользим вот в эту сторону. То есть получается раз, два с. То есть мы делаем вот так вот. Раз, два. Так вот. Раз, два. Еще разочек. Раз, два с. После чего из этого положения я делаю вольт шарлье. Складываю этот веер. И кладу его сюда. И накрываю этой частью. Вот собственно и все. Вот таким вот образом выполняется наш флориш павлин. Давайте еще разочек пробежимся. Значит поднимаю одну пятую часть. Ворощаю ее вокруг большого пальца. Большим пальцем подхватываю примерно половину колоды оставшейся. И упирая в средний палец левой руки ее вот так вот поднимаю. Поднимаю для того, чтобы оставшиеся пальцы у меня повернули эту сторону. Вот так вот открыли ее. На открытую ладонь я кладу вот эту стопку, которая у меня была верхней. Проворачиваю эту стопочку, которая у меня в руке. Ставлю ее на ладонь. Вращаю, используя указательный палец и средний. Далее у меня большой палец подхватывает эту инициативу. И сразу же раскрывается веер. Далее я делаю обратный веер. Что-то он какой-то не ахти получился, да? То есть раскрываю веер, делаю обратный веер. Делаю вольт-шарлие и кладу его в серединочку. То есть получается вот так вот. Ну что ж, друзья. На этом, собственно, все. Думаю, объяснение все понятное. Так как каждое движение, в принципе, я вам показал. К тем, кто не состоит в нашей группе ВКонтакте, рекомендую прямо сейчас вступить. И, конечно же, подписаться на рассылку 10 редких фокусов. Там я бесплатно даю 10 фокусов, которые вы редко встретите, но которые несложные и производят хороший эффект на зрителя. Что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока.